Всем привет! Это Альбина. Все самое интересное и свежее из мира шоу-бизнеса сегодня я вам расскажу здесь, в программе Твитбук на канале Russian Music Box. Мадонна продолжает свой триумфальный тур. Полный стадион и поклонников в разных городах рукоплещут новой работе поп-королевы. В свои 57 Мадонна даст фору любой начинающей певице. Она не устает танцевать, петь и патировать. Совсем недавно певица выступила в Порто-Рико, где вновь произвела фурор. Да и публика, как призналась певица, там просто огненная. Митя Фомин любуется красотами Парижа. Певец в этом городе уже не в первый раз, но не перестает восхищаться видами, культурой и людьми. В очередной приезд Фомин решил удивить себя и подняться на Эйфелеву башню пешком. И, видимо, так впечатлился своим поступком, что аж заговариваться начал. Но в комментариях к видео ошибку свою признал и исправился. Всем доброе утро. Я предпринял беспрецедентный для себя шаг. Решил подняться на Эйфелеву башню пешком. Благо, это позволяет лестница. А вот Сати Казанова вся в работе. Совсем скоро девушка отправляется в тур по Кавказу. К этим гастролям, впрочем, как обычно, певица подошла со всей ответственностью. И даже провела фотосессию. Для какой именно цели нужны фотографии, новые афиши или, может быть, какого-нибудь фоторяда на заднем плане, узнаем позже. А пока давайте просто полюбуемся восточной красотой Сати. Виктория Бекхэм Виктория Бекхэм – известная жена известного футболиста. В свое время девушка успела и в группе попеть, и весело потусоваться. Но нашла себя Виктория в моде. В своем инстаграме Бекхэм выложила видео производства одежды на фабриках. Видимо, звезда хотела показать качество своей продукции. Гарику Харламову Не надо поводов, чтобы выложить видео в свой инстаграм. Юморист, вероятно, придерживается правила. Самое главное в ролике – не повод, а он любимый. Вот подобным видео Гарик и забавляет своих подписчиков. Это абсолютно ненужное видео, и я даже не знаю, что сказать. Просто видео. Просто я. Николай Басков поддержал своим постом прекрасную Наталью Чистякову-Ионову. Дело в том, что певица выпустила очень нежный клип на песню «Сагри». Новинка вообще пришлась по душе многим представителям отечественного шоу-бизнеса. И коллеги охотно размещали на своих страницах тизеры нового видео от «Глюкозы». Я танцую на облаках. Я танцую на цыпочках. Алексей Чумаков порадовал поклонников новостью. Певец подтвердил все ходящие слухи. Он вновь будет участвовать в шоу-пародии. Напомним, в одном из сезонов Леша одержал победу, обойдя Юлию Савичеву. А его пародию на любовь Успенскую еще долго вспоминала вся страна. Ну что ж, уважаемые друзья, я вновь впадаю в четырехмесячный ад под названием «Один в один». Делаю это ради вашего удовольствия и ради собственного, безусловно, тоже. Болейте за кого хотите, главное, не болейте в жизни. Я вас всех люблю и целую. Пока. Текила вернулся в Москву и никак не нарадуется этому. Главной причиной, как признался рэпер, являемся мы, русские красавицы. Именно нам текила признается в своих симпатиях и заваливает комплиментами. Так что, мужчины, берите пример и мотайте себе на ус. Девчонки вы наши русские, украинки, белорусочки, как мы вас любим. Не то, что эти крокодилины американские, как я рад вернуться в Россию матовскую. Эх, Русь моя, родная, любимая. Анна Семенович закончила свои затянувшиеся каникулы и прямиком на сцену. Девушка так соскучилась по работе, что отплясывала и пела, не жалея сил, на радость поклонникам и себе. Совсем недавно у Юлии Ковальчук состоялась премьера песни «Стать чужими». Трек певица записала вместе с рэпером Вовой. Выход новой песни для артистов – это всегда волнительный момент. Ведь им так хочется, чтобы их работа стала стопроцентным хитом. Поэтому так важна поддержка друзей и тем более коллег. Наталья Подольская является для Ковальчук и тем, и другим. Поэтому в охотку поделилась в премьере у себя на странице. Может, стоило нам сохранить эту мечту? Сердце мое, чувства мои не остынет. На этом все. С вами была Альбина. Подписывайтесь на меня в инстаграм albinamusic и смотрите меня на канале Russian Music Box в программе Твитбук. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова